Ну что, друзья, всем привет! Сегодня мы посмотрим новую игрушечку под названием World of Contraption, то есть мир каких-то штуковин. Игра... Я уже немножко поиграл, то есть прошел туториал, чтобы совсем не тупить. В общем-то, игра очень сильно похожа на Scrap Mechanic Challenge, помните, когда там надо было проходить с точки до точки через различные препятствия? В принципе, это то же самое, только в своем каком-то, возможно, интересном мире. Давайте пройдем. Первый уровень изи. Я туториал проходил, вроде бы игра не сложная, но, возможно, будем тупить. Как всегда. Вы уже знаете, я не умею без вступления. Без иступления. Так, хорошо, друзья. В общем-то, у нас есть вот такой вот интерфейс различной системы режимов. То есть у нас есть режим строительства, режим трансмиссии, где нужно все это подключать. Видимо, моя машинка сохранилась, которая я в туторию проходил, да. По всему, это она. Есть какая-то режима смена направлений, есть какая-то режима, как, смотрите, коннекция работает между собой, смотрите. Ну, прикольно же, да, ребята? Есть какие-то режимы? Я уже вполне забыл. Ну, честно говоря, режимов. Ну, давайте, вот, первая наша машинка, нужно проехать. Также, видите, можно камеру устанавливать, тому подобное. Нажимаем play, ну и поехали. Надо как-то проехать, не взорваться, я так понимаю, да, вот на это мины. Давайте проверим. Точно минуты, смотри. Так, ладно, ну, проверь, я просто... В туторию не было никаких мин, тому подобное, но легко, проезжай, больно. 8 секунд, новый рекорд, друзья. 10 секунд, почему-то... А, нужно было полностью остановиться, друзья. Хорошо, идем дальше, чуть-чуть сложнее. Машина будет, наверное, все та же, но какой-то блок ТНД меня смущает. Ну, давайте попробуем. А, да, давайте я вам покажу, как все это дело работает. В общем-то, вот в этом режиме подключения вы можете подключать различные колеса, различные моторы, полностью настраиваются моторы. Вот этот мотор обычный, это у нас двухпоршневой V-образный мотор, мощностью 80 лошадиных сил. Также вы можете направлять всем этим, как называется, вращением, да, то есть здесь есть различные системы продолжительного вращения, какое-то вращение туда-сюда. Игра на английском, поэтому я не переведу вот этот... Надо эту конверцию выбрать, чтобы нужная сторона была. В общем, это пока легкий уровень пошли, и поэтому пока не будем возвращаться, попробуем проехать в текущий уровень, там посмотрим. А если дотронуться, все будет жопа, да? А поехали, он уже не мешает. Или мне нужно привезти этот блок, я не знаю. Так что-то мешает. И может надо привезти его, я не знаю. Давайте попробуем. Так, Х. Ну, вроде нормально. Странно, но пока что-то очень примитивные уровни. Теперь нужно наверх заехать. Ну, это Изи-1 называется. Сейчас будем строить, скоро не волнуйтесь, друзья. Мощисти мне пока хватает. Ай, ай-яй-яй. Почему здесь, видите, прикол, я сейчас вам покажу. О, ладно, потом покажу. Машина прям очень прикольная, если разбиваетесь. Своя физика. С блэкджеками и шлюхами. Так, подождите. Прошел. Ладно. Но что-то пока совсем примитивно. Хотя я видел, в ролике тут прямо очень сложные уровни бывают. Так, у нас теперь главная проблема, да? То, что машина не помещается или помещается? Волона помещается. Просто вперед нажать надо, да? Она помещается, нам пофиг. Смотрите, здесь есть вот этих вот режимов. Здесь есть... В смысле, я выбрал следующий уровень. Так, вот уровень 4, он не прозен считается. Поэтому надо все проходить. Потому что, ну, очевидно, как сказать, нет. Игра в бета-тесте, еще в раннем, в жестком раннем доступе. Оно уже, в принципе, прилично работает. Никаких проблем нету. Давай сейчас посмотрим. Play. Проезжаем. Просто здесь проблема в том, что надо X нажимать, а не назад нажимать. Это X. Это тормоза. Все. Если я нажму назад, то колеса, получается, крутятся назад. То есть, у вас есть в этом режиме колеса, у вас есть движение вперед. И когда нажмете ссылочку назад, у вас получается движение назад. То есть, вы пробуксовываете колесами. Но тут есть одновременно еще тормозные колодки. Понимаете, почему была проблема? Так, ну, пока тоже все очень легко, судя по всему. Давайте посмотрим. Просто наезжаем как-то красиво. Ага, ну вот начинаются первые уровни. Я вас понял. Давайте, Билл. Так, мне нужно проехать, что-то, видимо, отстегнуть. Какой-то кубик. И проехать дальше. Давайте кубик поставим где-нибудь сзади. Как видите, здесь все есть по различным спискам. То есть, есть какие-то взрывающие, то есть, пушки различные, вот такие лезвия есть. Также различные утилиты есть. Пружины, фижины. Надо разбираться. Все на английском, поэтому надо читать. И это стоит, видите, каких-то очков и имеет какой-то вес определенный. Видите, даже три вида камеры есть, оказывается. Даже монитор есть, смотрите, офигеть. Также есть двигатели. Это электрический мотор 60 лошадиных сил. Это какой-то старый мотор 70 лошадиных сил. И у нас более современный мотор 80 лошадиных сил. Не знаю, чем отличается. Вроде только лошадиными силами и весом. Ну, то есть, в принципе, одно и то же. Есть различные колеса. Какие хотите. Ну, и различные, естественно, блоки. И у вас обязательно должен быть главный блок. Вот этот вот. Называется companion блок. Без него, как бы, ну, нельзя пройти. Его нужно, как бы, доставлять всегда. Ну, чтобы понимать. То есть, основной блок, он у меня находится в этом месте. А это у меня камера находится. Да, тут есть какие-то особенности системы строительства. Надо привыкать. Давайте, во-первых, я покажу по замене. Нормальные колеса поставим. Потому что эти колеса, конечно, не очень симпотные колеса такие. Вот так это строится. Вот таким вот образом. Дальше вам надо обязательно связи сделать. Потому что если не было связи, но они, по-моему, восстанавливаются. Проверим. Нет, я не выбрал. Ну, здесь все правильно. Здесь вращение. Инверт. В нужную сторону. Все. Можно сделать даже полнопривод. Но нам пока в этом нет необходимости. И тут надо сделать отстреливающий блок какой-то. Судя по всему. Я ни разу не показываю туторию. Надо его искать, этот блок. Но давайте по очереди. Это штука, которая управляет влево-вправо. Ну, то есть, можно сделать. То есть, стереблок. Блок, то есть, который блок, который вам делает управление передними колесами, допустим, влево-вправо. Ну, можно как-то еще по-другому применять. Это у нас подвесочка. Какая-то, видимо, компактная. Это более длинная подвесочка, судя по всему, по виду. Там написано «маленькая подвеска». Здесь написано «просто подвеска». Да, вы можете очень много слов из-за рабочих создавать. Очень неудобно. Вот наш декоплер. Я не уверен, что это то, что я думаю. Но попробуем. Ставим сюда блок, который будем это оставлять. Вот таким вот образом. Дальше заходим в режимы. И что-то делаем. Активация по клавише «О». Давайте проверим. То, что я думаю. Это то, что... Да, стреливается пистолет. Я даже, пикинцы, знаю английский язык даже. Так. Теории. Если я вот здесь отстрелю. Все будет нормально же, да? Ну да. Прошли. Прикольно. А, вот я ведь опять нажимаю назад. По привычке. Но на самом деле, друзья, надо нажимать «Х». Это торможение. Сейчас проезжаем. Потому что «Х» является тормозными колодками. Вот это очень важный момент. С непривычки вы будете нажать всеми назад. И это будет, грялка, серьезная проблема. Так. Лазер и мост называется. Уровень следующий. До конца-таки пошло что-то интересное. Наверное, нам появится блок спереди, который будет лазеры обрубать или что. Я не знаю. Давайте посмотрим. Мы просто подъезжаем к лазерам. И что происходит? А, зажимаем. А я могу просто подъехать. Оставить блок в этом месте. И проехать. Изи. Так. Ну, это прикольная игра. Так есть. По своими, конечно, особенностями. Но очень похоже на скайп-механик челленджа. Да? Очень похоже. Так. Дальше маленький прыжок. Нам просто нужен очень мощный мотор. Наверное, можно два мотора поставить. Блок нам будет с вами мешать, скорее всего, в этом месте. Поэтому блок мы, наверное, сейчас уберем пока. И поставим еще один мотор. Нам нужна еще нормальная развесовка. Да, вот еще одна интересная особенность. Нажимаете боковочку В. Ведете мотор в руки. Бываете боковочку В. И ставите, где он будет крепиться. Нам нужно сами вот в этом месте, чтобы он крепился. Тут столько нюансов вот в этой игре. Надо вот это все знать, ребят. Вот. И дальше мы, соответственно, подсоединяем передние колеса, наверное. Да. Ну и, собственно говоря, настраиваем их. Туториал, он как бы интересный, но он показывает только базовые вещи. Дальше нам, в любом случае, нужно с вами обучаться, потому что было бы интересно. Ну давайте разгонимся, посмотрим. Что-то скользь очень маленькая. Этого хватает доехать. Так. Я уже испугался, что мы не доедем. Прошли, слава богу. А, ну давайте посмотрим, что за уровень. Просто, наверное, въедем в это строение. Что-то не очень. Ну, наша задача, главное, достать вот этот блок. Если машина полностью развалится, но этот блок доедет до конца, вон туда, то уровень считается пройденным. Давайте посмотрим, что мы сможем сделать. Нам нужно придуть какую-то машину, чтобы достать туда блок. Надо будет что-то как-то толкнуть. Он не взорвался. Задний ход теперь мне на иксе. Может быть, здесь в этом месте сделается какая-то машина, которая будет здесь ставить какой-то блок. И можно будет как-то вот так вот повиснуть. Давайте попробуем это сделать. Выходим за режима. И попробуем сварганить такой, собственно говоря, блок. Каким-нибудь здесь образом. Я даже не знаю, каким. И вообще, мне кажется, мне нужно сделать, наверное, подвеску. Давайте сделаем подвеску в моей машине, потому что моя машина какая-то очень примитивная становится. Двухмоторная. Чтобы расширить машину, сделаем таким следующим образом. Смотрите, здесь нужно отсоединить. Шифтом, по-моему, это делается. Я, честно говоря, забыл. Так, ладно. Я просто это дело все удалил. У меня теперь есть отдельный блок. Я могу его скопировать. Ctrl-C. Могу его удалить. Полностью. Здесь добавить больше различных блоков. Сделать машину чуть-чуть подлиннее. Допустим, вот такой длины. Плохо вставляется. Нам нужно нажать клавишу V. Добавить сюда вот, где будет стыковаться эта штука. И теперь в итоге нормально нужно встать. Вот так это работает. Да, немножко геморно, друзья. Но в целом, в принципе, я думаю, что привыкнуть можно. Короче, друзья. Получилась вот такая вот машинка у меня. Я задолбался ее, конечно, строить. Не очень удобно здесь. Блоки сделаны. Некоторых просто блоков не хватает, чтобы сделать все нормально, красиво. Но, тем не менее, это должно работать. О, ну, смотрите, как это... Как подвеска, блин, надо ее зажать, да? Как-то, смотрите, сзади особенно, да? Проблем. Да, надо как-то между собой зажать. Какими-то штуками, потому что, видите, что происходит? Ее просто сжимает. Физика здесь прям крутая, видимо. Поэтому не варим. Поэтому мы с вами еще сожмем подвесочку. Какой-нибудь, каким-нибудь, ну, не знаю, каким-нибудь легким блоком, допустим. Наверное, каким-нибудь вот таким блоком сожмем. Давайте проверим, должно быть лучше. О, да, более-менее. Ну, конечно, поджимает, видите? Чтобы не поджимало, есть кое-какая особенность, я вам даже покажу. Допустим, мы хотим, чтобы она не поджимала, да? Наверное, нам эта подвеска, чтобы она надежно фиксировалась. Есть для этого специально какой-то блок. Вот он, по-моему, называется. Так, одну ведь закрепили систему. Теперь здесь то же самое. Закрепляем отсюда, ну, скажем, к этому блоку. Все, теперь перфект. Машина, только я не знаю, дофига я ее построил. Ну, хотя бы просто, наверное, будет нормально кататься. Да, как-то вот так мы сможем делать. Но нам, главное, значит, наша просто переехать вперед. Поэтому нам с вами нужно что сделать? Банали, постой трамплин, который я, собственно говоря, планировал все это время построить. Слушайте, а что если делать так, чтобы мы подъезжали, а потом пистоном резко отстреливались? Как-то резко поднимали перед, может быть, как-то перелетали. Давайте попробуем такую схему сделать. Интересно, прокатит ли. Подъезжаем, подстреливаемся и отпрыгиваем. А что, нормальная идея вроде. Сейчас посмотрим. А что, максимум, что ли, который они могут делать? Нет, это слабо. Можно ли как-то больше? Больше никак нельзя, к сожалению. Это максимальные пистоны. Может быть, пистоны просто пониже поставить. Потому что... Ну, давайте попробуем вообще, как это вариант. Вообще рабочий, не рабочий, потому что не очень понятно. Смс ли мы развалились? А как мы так развалились? Аккуратненько подъезжаем, чтобы не развалиться. Блин, я испугался даже. Слушайте, чтобы не развалиться, знаете, что сделаем? Мы просто с вами закрепим сверху, по бокам, наверное, сделаем. Вот так вот. Для надежности. Это очень похожая штука, как... Помните, BCG такая штука использовалась? Очень похожая штука. Давайте посмотрим. Блин, ну, очень слабо поднимает пистоны, к сожалению. Аккуратненько толкаем. Аккуратненько не получается. Так, ну что, я не подпрыгнула, но попытка не пытка, друзья. Разгоняемся по-максимальному. Поднимаем пистоны. Да, я прошел. Моя идея сработала, друзья. И у меня когда суперноворочная машина, блин, получилась прям какая-то, я не знаю, переделал полностью. О, господи, большое падение. Нужно пережить падение, бой, чтобы блок доехал. Давайте попробуем, что вообще будет происходить, когда будет падение, происходить. Там еще какие-то мины. Лишь бы блок доехал, на самом деле. Ммм, да. Так, толкаем просто. Та штука. Сагрится мин, интересно. О, мин иагрит, смотрите, все взорвется. О, отлично. То есть мы сталкиваем блок. Для этого, видимо, нужен этот блок, который мин взрывает. Но у нас проблема дальше. Может быть, как-то разгонимся, чтобы долететь. Пробуем пистоны. Нормально. Ну, считается, что пройден, так понимаю. Да, пройден. Ладно. Так, теперь уровень с большими промежутками. У нас машина на подвесочке. Теперь сразу я ее сделаю. Хотя, видимо, сейчас только она нужна. Пистоны не сильно нам нужны, но будут, наверное, помогать. Пробуем приехать дальше. Далеко. Подвеска реально работает. А, я понял, в чем... Я теперь понял, почему нелегко. Они вращаются, капец. Пройдем, друзья, идем дальше. Пока изи. Ну, был один уровень, где вот, да, думали, как пройти. Но я придумал систему пистона, придумал систему подвески. Поэтому не проблема. Так. Нам нужно кнопку здесь активировать. Почему на кнопке, что, видимо, нужно оставить? Давайте проверим. Нужно что-то оставить? Или как это работает? Еще надо так, чтобы нас не снесло еще. Машину нам не сломало, понимаете? А то вот так вот будет. Так. Так. Давай. Активировали полмашины. Главное, что мы доедем на полмашины. Нет? Но блок, я заметьте, не надо будет один раз. Активировали и все. У меня проблема за то, что машина длинная. Проблема с разворотом. Слушайте, у меня есть другая идея. Хотя пистоны мне не помогут. Я бы мог подъехать туда, что-то положить. Как-то активировать. Если так буду подъезжать, выйти не хватит. Мне, наверное, скорее всего, скорости. Нет, хватило. Кольцо одно оставили. Ладно, мы живем еще на одном кольце. Нам и три кольца хватит, в принципе. Нормально. Проехали. Смог. Смог же, да? Yes. Хорошо. Пока это легкие уровни, ребят. Пока считается легкие. Easy 3 называется. Уровень следующий. Lovable Bars. Круто. Еще мины, смотрите. Серьезно. Давайте посмотрим, что вообще будет происходить. Мины можно так активировать и отъехать. Не страшно. Ага. Я вас понял. Я проеду. Да. Yes. Yes. Защитай. Защитай. Защитала. Там надо какую-то специальную машину строить, где все дело. Так, две мины. Надо проехать эту штуку. У нас подвеска, у нас пистоны работают. Ну, ребята, мне кажется, пистоны нужно как-то ниже перестать, потому что они не работают. Но они бессмысленны в этом месте. Они очень мало поднимают нашу машину. Вроде проезжаем. Единственное, что колеса, конечно, я бы, наверное, поставил получше, потому что эти... Как-то мне хочется побольше, конечно, поставить. В принципе, прикольно. Машина у нас получилась. Не, физика в игре очень хорошая, на самом деле. Вот видите, теперь лучше становится. Так, поехали. Подъезжаем к этим штукам. Проблема в том, что сейчас все нафиг рванет, да? Но эту проблему можно решить, в принципе, какой-то фигней под названием... Под названием какой? Правильно. Надо подумать какой-то блок, который будет отстреливаться. Поехали. Подвозим, активируем, уезжаем. Да. Задумка хорошая. Подъезжаем. Врубаем пистоны. Сзади у нас полный привод. Убираем пистоны. Поднимаем пистоны, забираем. Дед! Дед! Что-то идея не очень. Мы сделаем еще, наверное, попытку, на всякий случай. Подъезжаем. Закидываем. Не туда закину. Давайте прямо вперед. А сколько секунд у нас здесь примерно? Секунда 4 для взрыва, да? Даже 5 секунд, это жесть, до взрыва. Это не проблема. Подъезжаем. Активируемся, убираем. Пистоны отвалилось. Но полный привод у нас еще остается. Изи, ребят, проехали. Новая штука. У нас мост. Причем проблема этого моста в том, что там еще мин лежит. Давайте посмотрим. Может быть, моя машина в теории может проехать дальше впереди. А, но у нас не будет это сцепление, да? Если мы сейчас еще сцепление есть. Дальше сцепления нет. Даже эта штука не поможет нам. Так, но эта штука нам сейчас не нужна. Эту мы удаляем. Потому что она бесполезна. Хотя там мина будет впереди, да? То есть, нет, не бесполезна. Нам нужно с вами развернуть пистоны. Как это сделать, друзья? Вы можете зайти вот в какой-то конкретный блок. А, я вспомнил. Подождите, можно вот эти вот штуки делать. Вот видите, боится большее количество коннектов. Сейчас просто вот эти вот наши с вами пистоны поставим максимально левее. И проверим, хватит ли. Опустились на пистон? Опустили. Блин, не хватает, да? Все равно. Ну вот, в принципе, идеально, да? Нажимаем клавишу Т, по-моему, на пистон. Фиксируем себя. Да. В принципе, нам достаточно двух пистонов впереди. Нам главное просто сейчас привод сделать. Чтобы привод в это время работал. Я не знаю, будет ли она крутиться, конечно. Это надо будет проверить. Мы сядем на днище и, в принципе, сможем толкать. В теории. Я не уверен, но вроде бы, да. Вроде бы, должно работать. Для этого мы поставим отдельный мотор тогда, друзья. Смотрите, у нас еще есть электрический мотор. Поставим его отдельно сюда. Сделаем ему отдельные клавиши. Поехали. Главное, грамотно ровненько заехать. Чтобы ставить на пистоны. Пистоны выдвигаются. Вот мы сели на пистоны. И мы сейчас вот сядем, смотрите. Но у нас есть колесо дополнительное, которое дает мощность. Вот видите? Система, блин. Ипель так подъезжаем. Мы едем, но, блин, не хватает мощности нам, да? Ну, конечно, это очень меня не устраивает. Потому что мы не успеем, по-моему, отъехать назад. Сейчас по-моему, спорю. Задний. Мы же, мы живы, ребят, мы живы. Так, подъезжаем вперед. У нас какой-то куб отвалился там. Что происходит? Давай. Ну, в принципе, мы доедем. Вопрос только, сможем ли мы заехать. Но в теории, да. Нам колесо уже не оторвало, не оторвало. Физика, ребят, смотрите, физика работает. Ну, это, конечно, извращение. У меня реально один блок сломался. Но мы главное, нам главное кубик доставить. Еще проблема. Мы можем ли мы заехать, но у нас полный привод и заднее кольцо помогает. Ну что, друзья, спустя два часа мы доехали, наконец-таки, да? Давайте заезжать. Момент истины. Заедем ли мы сюда? Подъезжаем. Должны касаться. Да. Убираем. О, я доехал, ребят, я прошел. Шок, шок, шок контент. Ну что, друзья, еще одна интересная миссия. Нам нужно поставить машину, которая будет, собственно говоря, въехать максимально, как видите, широко. Для этого мы можем просто расставить колеса максимально широко в теории, да и не париться. Допустим, мы все колеса уберем сейчас. И нам нужны какие-то проставки. Очень длинные. Ну, возможно, эти пистоны будут работать, но они слишком длинно выдвигаются. Могу я их как-то контролировать? Давайте посмотрим. Заходим на стройки. Да, я могу выдвинуть скорость. Сразу резко и средний вариант. Давайте посмотрим, как это сидело работать. Просто мне интересно. А, то есть я могу сам как хотим. О, ребят, смотрите, как удобно. Понял, понял. Это работа, друзья, походу. Тогда ставим вот такие прибомбасы. Еще у меня вопрос, а колеса ли сюда поставятся на конце или нет? Давайте посмотрим. Возьмем, колеса пошире, на всякий случай. Примерно вот так, да. Но единственная проблема, что у них пропертик стоит, смотрите, у них стоит, во-первых, ну, подключим, понятное дело, у них стоит влево-вправо клавиша. Нам нужно хотя бы на 1-2 поставить, не знаю. На 1-2 поставили, также мы удаляем этот ненужный нам мотор лишний и, соответственно, подсоединяем обратно вот эти вот все к мотору соединения. Эти максимум 2 к 1 мотор подсоединяются, потому что вот я не могу себя подсоединить. Не работает так. Ну, в принципе, все, уже машина готова. Проверяем. А нажми еще на подвески, блин. А что будет, если на месте будет разлегать? Ну, поехали. Господи, как это стрёмно. А я еще могу поворачивать этой системой. Очень стрёмно. Господи, ребята, только на это посмотрите. Какая дичь вообще. Паукан такой, господи, боже мой. Ну, поехали как-то потихоньку. Возможно, как-то можно грамотно настроить более дозированный газ. Там есть такие настройки вроде как. Пока не совсем понятно, игра на английском. Ну, блин, пока это работает, ребят, смотрите. Я даже могу немножко поворачивать. В этой машине. Вот это... О! У нас проблема, Хьюстон. Надо как-то закрепиться там. У меня будет лишь бы блок достать. Держись, держись, держись. Тихо. Фу! Фу, друзья, давайте на этом заканчивать. Если вам понравилась вот эта игра, пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, я посмотрю, если будет реально интересно по статистике. Думаю, друзья, продолжим. Вот новая игра для злообразия появилась на канале. Мне кажется, это очень хорошо. Ну, а с вами был Клаус. Спасибо, что смотрели. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok